Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится, на самом деле, я не сторонник киевской власти, к критике отношу, но когда появляется хорошая вещь, как бы ее не критиковали, мост прекрасный. И мне нравится, что он для пешеходов и велосипедистов. Сергей, помните, как-то еще до того, как Зеленский стал президентом, мы с вами, вы пришли к нам в студию и рассказали, каким президентом может быть Зеленский. Это интервью вызвало какое-то бешеное количество просмотров, стало страшно популярным. И даже мне его пересылались предложения посмотреть некоторые наши зрители. То есть даже вот так как-то оно замыкалось по кругу. И вот сегодня уже мы можем заметить, что первые какие-то шаги Владимира Зеленского. И вот я даже не буду их перечислять. Те, кто интересуется, все же прекрасно все понимают. Вот давайте начнем с того, что ваши первые впечатления. Что ожидаемо было, что неожидаемо. И как с вашей точки зрения, вот исходя из этих первых впечатлений, могут развиваться события? Ну первое. Я бы исходил вот в начале всяких комментариев из двух позиций моих. Я действительно накритиковал очень сильно украинскую власть. Более того, было за что. И если в начале конденсии Петра Алексеевича у меня было абсолютное понимание, как будет. А оказалось еще хуже, чем я ожидал. Потому что я природу Петра Алексеевича и его окружение к тому времени понимал прекрасно, хорошо. И изнутри частично. Я понимал, чем люди будут заниматься. И что, условно говоря, более того, там первые шаги были куда более, скажем так, очевидные. Помните, это было лето, это был Лавайск, это была непродажа. И продолжала работать Липецкая фабрика. Мне все было понятно, и оно подтверждало мое мнение. Поэтому, если вся страна еще там ждала год-два, и только потом накопилось и стало всплывать, с Зеленским не так. Я вообще не знаю этого человека, и вообще нету никаких ожиданий. Поэтому это первое. Второе, это первый раз, говорю, так, пусть набьет все шишки, которые есть. Я прекрасно понимаю, что он на это обречен. Потому что я четко понимаю, что компетенции нету совсем. И вот мне интересно не, что он будет делать, более того, видения нету. Помните, я все это говорил, что видения нету, нет компетенции. И дальше ситуация простая. Либо в скором времени оно возникнет, и начнется рефлексия, исправление каких-то вещей. И вот когда пройдет время, достаточное для понимания, способен ли он пройти эту эволюцию, я, конечно, буду критиковать его так, как критиковал любую другую власть. А может и не будет? Как Юрию Владимировну Тимошенко в прошлые годы, как Петра Алексеевича во время его каденции. А может и не буду? Не знаю. Если говорить, я пока вижу одну очевидную проблему, которая есть у очень многих людей в этой стране, и которую я наблюдаю практически у всех политиков. Вот смотрите, эта проблема выглядит так. Это проблема построения команды. Команды, структуры, корпорации, чего угодно. В мире так или иначе люди строят любые команды только исходя из двух глобальных принципов. Принцип первый, как строится любая команда, как бы строили ее, возможно, вы. Но я уже нет, потому что я понимаю, но очень многие люди. Надо опереться на людей, которых, а, я знаю, которые мне преданы, которые не предадут, особенно в условиях стресса, условиях противодействия, условиях войны. Я бы так не строила команду. Понятно. Да. Вот точно так бы не строила. Вот близкий и главный фактор, этого человека я должен знать, понимать, на что он способен и как он ко мне относится. Насколько я давно помню, еще со времен, когда на эту тему, например, общался, будучи совсем юным человеком, там, с Хакамадой, этот принцип называется византийский, византийщина. Так вот, да, вот так строят. Почему? Не потому что византия была плохой империи, потому что это монархически клановая система, вот такая феодальная есть. Ну или семейные компании. Это есть, это есть, да. Ну, семейный, маленький семейный бизнес тоже так строится, там это понятный принцип. Более того, у Петра Алексеевича ровно вот так. Вот никак по-другому так. А другой принцип описан еще господином Хаббартом. А знаете, есть такой его последователь, который это изложил на русском языке, Высоцкий. Он в бизнесе известен, как построить компанию. Этот принцип называется функциональный. Функциональный. Когда человек четко понимает, какие функции должна выполнять его команда, его структура. И ищутся люди, не которых я знаю, доверяю, а которые наиболее соответствуют этим функциям. Они ищутся. Мне лично кажется, в политике такой принцип применил Саакашвили в Грузии когда-то. Люди разыскивались, спрашивались, а есть ли человек, который может вот это закрыть, находились в Европе. Да, ориентация была, я помню, на грузин. Это было важно. Почему? Язык. Язык в Грузии надо было понимать. И второе, много не могли заплатить, поэтому играли на чувстве патриотизма. Вот какой-то состоявшийся профессиональный грузин, где-нибудь в Европе с хорошим образованием, вот вернись на родину, родина ждет, чтобы ты помог ей возродиться. Но это не были семья, друзья и так далее, да. Искались по функциям. Грубо говоря, это принцип рекрутингового агентства. Вот какие нам нужны способности, ищите где только можно. Вот за границей ищите, здесь ищите. А более того, в Грузии был и такой странный принцип, который всем кажется ужасным. На улице схвати человека, который не был, и скажи, сможешь сейчас вот этим руководить? В большинстве не сможет. Следующий, давай следующего. Говорили, брали с улицы. Лишь бы только не нес на себе опыт и проблемы прежних своих связей и участия. И как ни странно сработало. То есть да, они все держались в этой команде. Это не однозначная удача, но это принципиально другой принцип. Что я на данный момент понимаю? Зеленский пока этого принципа упорно не понимает. Он действует как обычный человек, попавший в сложную ситуацию. Друзья, знакомые, кому могут доверять. Полная закрытость, а не открытость для кадровых контактов. Потому что количество городских сумасшедших в такой ситуации много. Но надо этого не бояться. Ему все кажутся, более того, опасными, дурными, непонятными. И собственной компетенцией разобраться, этот человек может соответствовать или нет. Его видение подходит или нет. Почему? Потому что своего видения пока нет такого, чтобы вот оно было твердо устоявшимися. Этот человек пока говорит, что Яков Лунгландовичу не дам приказ стрелять. Не понимая, что концептуально главнокомандующий, это тот человек, который обязан дать приказ стрелять. Поэтому, ну вот. Но, смотрите, пусть набьет ошибок. Вернее, пусть набьет шишки не ошибок. Пусть наделает ошибок, пусть набьет свои шишки. Мне сейчас прыгать вокруг все пропало. Я вижу другие системные изменения, которые не зависят ни от какого Зеленского. Например? Ротация, смена. Вы вот не чувствуете, как это не смешно звучало? И как это не было по-клоунски, когда Порубий вдруг завершил инаугурацию Булу-Веселу? Да, вот это все среагировали. Даже, по-моему, Зеленский повернулся, посмотрел на него недоуменно, что это за слово. Но в стране задышалось легче. В стране задышалось переменами. Да, пошли движения, да, всплывает пена, да, там зашевелились какие-то регионалы, еще чего-то. Но вот этого, знаете, безнадежности окончательно забетонирования вот так и не иначе, в системе, которую мы попытались до эфира описать, теневое государство вместе со своей ширмой, да, оно начинает качаться. Оно начинает даже от простых действий, того, что Зеленский, очевидно, все-таки решительно настроен, рада распускается. Будут, в 100% будут досрочные выборы или быстро? Уже 100%. То есть Конституционный суд, вот, например, если послезавтра примет решение? Смотрите, знаете, у меня какого воли-технолога есть четкие критерии. Все побежали в штабы. Уже, да? Все, да. Все, вот. А ведь короткий срок, да, каждый день. Вот сейчас, в данный момент, идет построение штабов у всех. Да, он не оказался кулорным игроком, способным переиграть депутатов в части принятия закона. Да, ему усложнили жизнь. То есть теперь ему придется идти не медийным путем, сформировав понятную управляемую команду для парламента, чтобы она ему помогала в каких-то его движениях, а придется возиться с мажоритарщиком. Да, получили большие возможности по-прежнему некоторые его противники завести своих не через свои маленькие проценты, а по округам, но это же движение все равно. Это реальное движение, это вот не та безнадега под названием, да, один хозяин, что сказал, то и делайте. Это борьба, это конкуренция, это политическая конкуренция. Посмотрим, что будет дальше. Я пока не склонен к апокалиптическим настроениям. Я склонен, ну, я так, знаете, пока, я готов, наверное, все-таки критиковать сегодняшнего дня, но критиковать в смысле желания быть услышанным. А может, услышит. А вот может поймет, что, черт побери, там, дальше надо исправляться, дальше нужно по-другому. Тем более, не будет работать схема византийская. Вот не будет. Не будет, и он будет это чувствовать на своей шкуре. Что он погрязнет во всех этих кулуарных неразберихах, кулуарных столкновениях разных частей команды. 95-й квартал будет стыкаться с людьми дяди, как они и называют, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте теперь немножко, все-таки выборы это неожиданно, мы, вот, никто не прогнозировал, что выборы будут в июле. Почему неожиданные? Для меня ожиданные. Ну, ладно, что вы, два месяца назад думали, что выборы в июле будут? Значит, когда они приняли решение, что инаугурация будет 20-го, вы можете открыть мой фейсбук и посмотреть, и Рада будет распущена. В этот же день, вот там через пару часов и сказал. Ну, давайте теперь, раз уж и... Инаугурация будет 20-го, Рада будет распущена. Да, я помню эту вашу фразу. Вот, я просто, почему... Все там шутили, она и так распущена. Через чур эти депутаты распущены. Сергей, ну, давайте попробуем смоделировать, какой может быть эта избирательная компания, какие возможные союзы. Мы видим, что новые, ну, новые политпроекты, они как-то вот возникают. Давайте поговорим об очень интересной вещи. Я, на самом деле, тут вот сподобился написать, раз вы меня спросили на входе о системе, сподобился написать третий тур Зеленского или как взломать систему. Потому что это его базовая задача, на самом деле. Ну, давайте. И вот этот вот разговор о системе сегодня у нас в офисе просто с утра. Смотрите, если смотреть, как выглядит система, то, конечно, лучше всего это сделал Датюк, ваш постоянный гость. Он описал это как система теневого государства плюс информационная ширма. Я единственное, прошу его называть его глубинным, я настаиваю на, я ведь специалист по словам. Вот теневое лучше воспринимается. Он сопротивляется, говорит, что это же не тень чего-то, это реальность. Говорю, нет, оно в тени ширмы. Ты же ширму поставил для чего? Чтобы тень, и чтобы оно не было заметным. Правда, это невозможно. И все, что с нами произошло в апреле, это ширма, которую строил Петр Алексеевич, оказалось недостаточно, чтобы основное население не видело, как это государство устроено в реальности. А устроено оно в реальности... Ширма износилась, иными словами. Нет, никакой ширмы нельзя закрыть то, что есть в реальности. Если вам говорят, что у нас демократия, а сам человек говорит, какая же к черту демократия, я никаким образом не принимаю участие и не влияю, кроме один раз в пять лет. Так если я влияю один раз в пять лет, так я этой властью все выскажу. Потому что ни тарифы, ни этот обман, ни это наглое изнасилование, как бы... Потому что, с одной стороны, есть конституция, с другой стороны, люди галатея выбрасывают Саакашвили за шкирки, а меня еще тем более, если я начну как Саакашвили себе вести и требовать закона про импичмент и отставки президента выкинут и вообще, ну, даже не выкинут, не найдут. Выкинут так, что меня не найдут. Вот, поэтому, безусловно, мы увидели вот эту неспособность и невозможность. Более того, я по-другому описал. Вот где находится реально ахиллесовая пята-система? Ведь, когда, знаете, когда вы демонтируете что-то, если идти в сторону метафор, то лучшие демонтажеры, допустим, старых зданий, особенно высотных, являются взрывотехники. Они умеют складывать здание таким образом, что оно одномоментно складывается, превращаясь просто в гору мусора, который не задело при этом соседних строений, который потом все, что остается, это вывести либо на свалку, либо на завод в центре переработки. Искусство взрывотехника, уж точно не специалист, но в основном то, что удавалось смотреть по Discovery какому-нибудь, где описывались эти проекты, заключается в том, что заряд должен быть расположен в такой точке, что, подорвав его, здание грамотно сложилось. В физике подобные точки называют точками бифуркации. Стоит эту точку разрушить, как рушится сразу вся система. Где точки бифуркации в нашей системе? В системе, первое, во-первых, одна вещь, это не точка бифуркации, а свойства системы. Это устройство в стране является колоссально несправедливым для большинства населения. Большинство населения живет в постоянном ощущении несправедливости. Размытое очень, непонятно. Пока еще не ловится вот это вот. Да, несправедливое, и что? Нет, смотрите. У всех разные критерии справедливости, каждый постановый понимает, что справедливость. В нашей стране лежит принцип этой системы. Эта система построена так, чтобы маленькое количество людей, меньшинство, владело основными ресурсами, активами и капиталами этой страны. Это во всем мире происходит. Там только не олигархи, а богатые люди, которые владеют... Неправда. Неправда. Не во всем мире так происходит. А только в странах, где эти системы построены несправедливы, и все время они живут на сковородке взрывоопасных народных волнений. Ну, Штаты же не живут в таких условиях. Конечно, нет, там несправедливо. Еще раз говорю, смотрите. Справедливость заключается не в конечном результате, что есть люди, у которых много, и есть люди, у которых мало, а в возможностях. О, это же другая постановка вопроса. Так вот, смотри, наша система построена так, что возможности есть только у узкого класса людей, которые соответствуют определенным критериям. Эти критерии выглядят как отрицательный отбор. Чтобы попасть в эту касту людей, ты должен пройти тяжелый путь, в котором будет совершено следующее. Ты должен подтвердить свои принципы, которые звучат так. Сильно получает все, слабо и ничего. Закон существует не для того, чтобы его выполнять всем одинаково, а для того, чтобы его обойти. Или создать собственный закон, который дает тебе преференции над другими. Кинуть. Сильный – это тот, кто может не выполнить обязательства и за это ничего не получить. Сильный – это тот, кто может нарушить закон, который один для всех, но за это не получить расплаты. Так построена эта система. Эта система несправедлива. Огромное количество людей понимает, что они не получили возможностей владеть всем. Более того, то имущество и активы страны, которые номинально и формально являются общими, эксплуатируют не они, а узкая группа людей, еще и монопольно. То есть только они, больше никто. Конкурентно не зайти туда не идти. Теперь все понятно. Поэтому огромная масса людей эту несправедливость ощущает по разным параметрам, по разным. Суды не работают. Нету точки, где можно рассудить. Потому что звонят сверху и говорят, как надо судить. Или тот, кто больше занес денег, обходит закон. Коррупционная система. Если ты растишь свой бизнес, то у тебя есть какие-то шансы, пока он маленький. Как только стоим большим, тобой начинает интересоваться власть. И либо ты должен с этой властью договориться и отдавать ей что-то за кулисами. Либо у тебя этот бизнес заберут, сомнут, и он будет неинтересный. Поэтому лучше уезжать куда-то. Ну и так далее, так далее, так далее. Дети вот этих людей могут ездить на машинах, сбивать людей и по закону не отвечать. А если ты попадешь в аварию, то тебя засудят. Ну и так далее, так далее. Закон не один для всех. Более того, есть такое выражение, которое приписывает Франко. Друзьям все, врагам закон. У нас это не работает. Друзьям все, врагам беспредел. Беспредел, не закон. С тобой не поступят по закону. Тебя выкинут из страны за шкирки, даже если ты в Саакашвиле. Беспредельно лишат тебя гражданства и не дадут возможности даже отставить в судах. Поэтому эта система несправедлива. Вторая дырка в этой системе – выборы. Вот это огромное большинство людей, которые недовольны этой ситуацией, чувствуют эту тотальную несправедливость, раз в пять лет им дают возможность повлиять на распределение власти. И вы получаете 73% людей, которые говорят, мы не хотим вас, которые врут, воруют, играет из себя патриотов в вышиванках, а у вас липецкая фабрика, и у вас есть Медведчук, и вы допустили того, что реанимация российского вектора происходит по полной программе, несколько каналов, которые вы явно по договоренности отдали Медведчуку, теперь являются рупорами врага, по большому счету, и так далее. Вот 73% видят не ширму информационную, которая выстраивается, они видят не армию, мову, виру, даже находясь в армии, половина голосует не за Порошенко, а голосует за другого кандидата, потому что в армии они видят, Петра Алексеевича, который говорит, мы создали армию, мы построили для них общежитие, они четко понимают, что уже три года они не въезжают в общежитие, где просто сменяются фирмы за фирмой, которые получают откаты, воруют, а для кинокамер сняли одно общежитие, в котором Петр Алексеевич походил вместе с Гройсманом, подсокали, не, не с Гройсманом, с министром обороны, подсокали за камерой, сказали, как они строят армию. Это невозможно скрыть. Существует, смотрите, и количество информационных каналов, даже при том, что Петр Алексеевич создает не просто одного, двух провластных журналистов, которые, знаете, там, Дмитрий Киселев в России какой-нибудь, да, а тот, Гонопольский, который играет роль этого Киселева, да, где, это не журналистика, извините меня, это хрен знает что, это даже пропагандой стыдно называть, потому что настоящая пропаганда, это профессиональная классная работа. Это правда. Ну, реально. А это, извините меня, ну, вы же не вырежете, да, пополизание власти, откровенное, наглое, вот, которое нарушает все этические нормы, от которого все плюются, и просто, что пропаганда иногда подымает людей, подымает на подвиги, на все, есть пропаганда здорового образа жизни, пропаганда патриотизма, а здесь патриотам не хочется бить, глядя вот на это, на это ничтожество, которое, да, лебезит, явно врет, манипулирует фактами, хамит с экрана, льет грязь на политических конкурентов, очевидно, льет грязь, которая там называет человека наркоманом, подтасовывает факты, вырезает кадры, и монтирует так, что человек выглядит дебилом. Это же не скрыть. Это же даже не пропаганда. Это, извините, какая-то клеветническая организация, по очернению, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, население это не принимает. И когда один раз в пять лет этому населению говорят, ну черт с вами, ладно, можно высказаться. И хотя делают все, чтобы запудрить глаза, где-то можно сфальсифицировать, потому что у меня знакомая позвонила и говорит, ты вот говоришь, что не фальсифицировали в первом туре. Ну как бы вроде, да, потому что было соответствие социологии, к полам, и я вот в штабе находился, тот же Юлия Владимировна, где было видно, был параллельный подсчет голосов, что ну да, вроде результаты соответствуют. Помните, как она, ну, подсказала, что да, не поверили нам, что делать. Вот, но у меня была знакомая, которая была в комиссии избирательной. На их участке не было ни одного голоса за Тимошенко, ни одного бюллетеня. она говорит, черт побери, но я-то член партии, я голосовала, и я не смогла найти. Как его, ну, я не увидела. Ну, то есть, кто-то реально, даже на этом уровне, ну, хотя бы один должен быть, мой, когда я голосовала. Но бог с ним. Все равно, очевидно, сильно не повлияло, вот, в силу облюдных обстоятельств. И когда у вас есть такая дырка, дочка бифургация, вы допускаете все-таки людей, да, до решения, у вас получается вот такой пролет. Вдруг несистемный человек оказывается в этой странной ситуации, странной для всех нас, не только для него. Поэтому в моей статье было написано, раз такая дырка существует, Владимир, расширяйте ее, пожалуйста. Это же ваше спасение. Расширяйте, да. То есть вы призывали к досрочным выборам? Нет. Смотрите, ключевым моментом к досрочным выборам является изменение кодекса. Вот теперь смотрите, это очень тонко. Это вот только в вашей передаче разберется. Есть как бы два подхода к закону. Один называется старый. Вот сейчас старый победил. Старый закон, это смешанная система. Половину депутатов выбираются от территорий, мажданных корков, половину идут по спискам партий. А, значит, списки партий называют закрытыми и открытыми. Начнем с того, что большинство населения не понимает этих терминов. Когда я сегодня таксиста спросил, утром ехал с вокзала, спросил, что такое закрытый список, что такое открытый, он, как большинство населения, сказал, ну, закрытый он засекреченный, избиратели его увидеть не могут, а открытый их принудит их публиковать. Ну, правильно. Смотрите, большинство населения не понимает, что понятно, что закрытый список, он и так публичен. Наоборот, в рекламных, в рекламных компаниях все, что делают, показывают этот список, пытаются набирать знаковых людей и показывают, я помню компанию 14-го года предыдущая, Юля Владимировна, в окружении молодых людей. Народный фронт, вообще каждому отдельно по борту. Вот у нас Татьяна Черновол, вот у нас Береза, который Юрий, потому что он фронтовик, вот у нас Тетерук, а вот у нас Казак Гаврилюк, а вот у нас Турчинов, да, ну, то есть, вот наш список. Они не закрыты, они не тайные. Закрытость и открытость списка определяются по другому критерию. В этом варианте партия сама принимает решение, как их расставить, и кто в соответствии с их процентами пройдет или не пройдет, то есть понятие проходная часть, непроходная часть. В этой ситуации у партии в большинстве случаев покупаются места, потому что приходящий туда, если он, условно говоря, не обладает личностным ресурсом, человек, который, находясь там, прибавляет партии проценты, а заходит туда какой-то неизвестный человек, он выкладывает деньги на финансирование партии, таким образом, покупая, будем честно говорить, свое место в списке. Ну, иными словами, кто-то входит в список, потому что приносит мозги, кто-то приносит деньги. Да, в открытом списке тоже партия набирает всех этих людей, не люди. Но вот как они расположатся внутри списка, кто пройдет, кто не пройдет, решают избиратели, а не лидеры партии. А теперь внимание. Нам говорят, старый закон, смешанная система, мажоритарка, на которой часто подкупают людей на округах. И есть списки партий, они закрытые, только решают лидеры партии. 5% проходной барьер и невозможность блокирования. А новый закон говорит о другом. Давайте сделаем открытые списки, уберем мажоритарку, это зло, однозначное зло, и понизим барьер до 3%. Открытые списки или пропорциональную систему? Вот давайте сейчас поймем. Зеленский вносил пропорциональную систему просто с закрытыми списками и 3% барьера. Вот вы сейчас о чем говорите? Давайте сейчас дойдем до этого. Вот разберемся. Первое. Вот это противостояние абсолютно дурацкое. Эти две системы практически не отличаются друг от друга с точки зрения избирателя. Вот с точки зрения избирателя вы получите совершенно одинаковое качество парламента. Более того, мы пробовали по эту систему в 2000-е... Вы имеете с открытыми списками систему? Нет. А какую? Сейчас объясню. Какие вы систему сравниваете? Пока не понятно. Чисто пропорциональную систему. Чисто пропорциональная и... Более того, там есть свой негатив. Я до сих пор считаю, что мажоритарка оставляет очень важное качество парламента. Зависимость части депутатов напрямую от избирателей в округах. Оставляет. А списки эту ответственность совсем убирают. Вот совсем убирают. Теперь вы говорите, эту проблему может решить открытый список, потому что если избирателей допустить, чтобы они партийный список влияли... Я так не говорю. Я вам говорю, перед нами следующее. Возможно, но технологически в условиях нынешней избирательной системы открытый список невозможен вообще. Вот просто его нельзя сделать. Почему я не знаю? Потому что, чтобы его сделать по-честному и нормально, а не манипуляциями, вы должны прийти на избирательный участок, взять бюллетень один, в котором записаны все партии, а их будет 30, отметить одну партию в тайном голосовании, выйти и объявить, какую партию вы отметили, чтобы вам выдали второй бюллетень, список этой партии, и вы там нашли нужного человека и отметили. во-первых, нарушается тайное голосование, во-вторых, вы представляете количество бюллетеней, которые надо заготовить на одного избирателя. И здесь у вас 30 партий в списке в одном бюллетене, на вас должно быть еще 30 бюллетеней вот с такими списками этих людей, там по 300 человек. Вы не сможете это не посчитать, не осуществить, поэтому открытый список технологически невозможен. А то, что нам называют открытым списком, это супермажоритарка называется. Правильно, вот, объясните, почему это супермажоритарка. Потому что, чтобы, условно говоря, вы так делали, вам просто укрупнили округ, и по этому укрупненному округу теперь могут пройти несколько человек вместо одного по одному округу. И еще, математика все равно остается невероятно сложной. Вы будете, у нас и так считают долго, долго считают. Хотя, я вам так скажу, я думал, что три недели будут считать на этих выборах. Считали, что для нас очень быстро, три-четыре дня, или вот неделю считали, по-моему, окончательно. Там всегда считают последние проценты совсем как-то долго, хотя результат понятен уже, уже начиная с экзотпола в результате понятен, а он непонятен еще и на социологии, если там никто не махлюет. Поэтому, смотрите, что на самом деле надо менять, и почему так происходит. Что происходит сейчас? Зеленский думает об удобстве своей партии, он решает свою тактическую задачу. Он прекрасно понимает, что став президентом, он не получает необходимых полномочий, и парламент выступает его противником, поэтому парламент нужно убрать. Он так и делает, он говорит, парламент пошел вон. Теперь второй вопрос, как ему выгодно сформировать новый парламент, пользуясь своим высоким рейтингом, который у него примерно 40%. А в противостоянии с парламентом он немножко возрастает. Он за два месяца ведет такую кампанию. Ребят, третий тур, вы меня избрали во второй тур, я победил Петра Алексеевича во втором туре, в третьем туре я должен победить его ошметки партии в его парламенте и вообще всех этих старых политиков. И вот после третьего тура 21 числа, если вы за меня голосуете, а заменять значит за слугу народов, вы получаете президента с командой, которая может формировать правительство, которая может заниматься серьезными изменениями вплоть до изменения Конституции, если я буду там набирать аж 300 голосов. Более того, если они соберут как минимум 40%, а это вероятно, то в итоге у них будет 51% депутатов. Ну там по математике выходит. Вот в это они играют. Им только не нужна мажоритарка. Потому что мажоритарка в этом случае неудобна для них, потому что во-первых по мажоритарке им самим придется создавать тяжеленную систему новых людей и запускать их на округа. Что за два месяца вряд ли можно сделать? Да, а вот за два месяца собрать список в 300 человек понятных, ему ясных, управляемых, и провести медийную кампанию, так как у них еще штаб не распущен. И в этом они поднатарели, 95 квартал оказался лучшими политехнологами этой страны на данный момент в медийной кампании. А что такое компания полевая, которая ведется на округах, они в упор не понимают и собрать 190 человек, там по-моему около 190 округов, да, ну будет колоссально трудно. Им, депутаты сейчас затруднили это и сказали придется играть в эту игру. Тем более у других партий возможности больше. Если маленькие проценты у БПП, то округов у БПП больше. Прикормленных, где уже сидят много лет депутаты, где Каноненко в Василькове, где Березенко в Чернигове, где Петр Алексеевич почти во всей Винницкой области сотоварищи округа освоил, да, и они там заходят, то есть это вот против Зеленского. Но смотрите, вот все это, это борьба партий. А чтобы систему поменять то, что я написал, надо, чтобы это была борьба за избирателя. Что избиратель должен получить бы, был бы, если бы на самом деле меняли избирательную систему. Первое удобство. Что такое удобство? Это голосование онлайн. Это чтобы я даже не знал, где какой избирательный участок. Нафига мне нужен. Я должен зарегистрироваться в системе голосования, завести свой личный кабинет и приготовиться к тому, что я должен голосовать. Нахожусь ли я в Киеве, в Варшаве, либо на Барбадосе. Доступ есть, я голосую, потому что у меня есть паспорт, у меня есть паспорт гражданина, и я имею право это делать. Резко повышается качество избирателя, потому что, вы понимаете, таким образом привлекается огромное количество людей. То есть, если раньше основная масса пенсионеры и наиболее сознательные граждане и молодежь, которые приходят на избирательные участки, потому что это же надо оказаться в этот день дома, найти свой избирательный участок и прийти в процедуру, которая в принципе простая, но надо заморочиться, то человек с гаджетом, то есть наоборот появляется, что основная масса будет люди с гаджетами, и как-то пенсионеры и сельские жители вынуждены будут эту ситуацию осваивать. Находить смартфоны, государство должно какие-то центры открыть, где можно прийти и дорваться до компьютера, выставиться в очередь, волонтер поможет разобраться, а еще до этого надо зарегистрироваться, правда. Я считаю, что это основа строительства нового диджитал-государства, потому что если вы заставите людей начать фиксировать себя в этой системе, вы одновременно начинаете формировать электронный реестр избирателей, который даже не государство делает, помните, сколько есть по этому поводу, а сами люди, вот эти люди сами зарегистрировали себя, и это становится электронным паспортом гражданина, электронным аккаунтом налогоплательщика и государство через этот аккаунт может с вами уже начинать общаться, это принципиально другое государство. Да, вот, но основа выбора, но вы говорите избирателями, что я теперь вас допускаю к этому, далее надо менять законодательство, получив такой странный инструмент, смотрите, что еще интересно, сегодня голосование дорогая вещь для бюджета, содержать порядка 30 тысяч избирательных участков, на каждом комиссии не менее из 10 человек, а еще областные территориальные комиссии, а еще аппарат ЦВК, а еще система охраны транспортировки бюллетеней и подсчета, где тоже есть электроны уже, потому что там бумажные бюллетени дублируются, превращаются, передаются данные, дорого. А если такая система будет построена, нет. Более того, эта система очень защищена. Мы же станем предметом хакерских атак России сразу же. Если вы когда-нибудь слышали слово блокчейн, забудьте о хакерских атаках. Это невозможно. А самый главный фактор временной. Если вы даете, вот вы голосуете и даете время на подсчет, вот в это время и происходят все фальсификации. А если этого времени нет, то вы просто не сможете это сделать. Почему? Потому что результат известен в момент закрытия участков. Вот смотрите, в 12.00 закрылись, в 12.01 центральная комиссия вывешивает результат, который уже подсчитан. Потому что он автоматически считается во время голосования. Клик, клик, клик. Как это происходит в интернете? У вас просто нет времени. У вас моментальные результаты раньше экзеполов. Вот интересно, чего американцы переживают, что русские вмешивались в выборы? Они вмешивались не в эту систему. Это важно. Они вели реализационную работу в сетях. Это считалось, это другое. И отношение к этому не имеет. Теперь внимание, смотрите, что вы получаете. У вас получается дешевая система, которая может работать часто. Сегодня вам говорят, нет, ну раз в 5 лет из бюджета мы можем выделить деньги. А теперь мы каждый год можем спрашивать, вы поддерживаете политику президента или нет. В законодательстве может появиться закон, что если 60% населения, нет, 51% населения считают, что президента они больше не поддерживают, автоматически включаются перевыборы, которые тоже дешевые. Потому что тогда вы не вкладываете в это. А еще не забывайте, если вы политическая сила, то вам тоже придется вкладываться в эту систему. Вам надо набрать не менее 100 тысяч людей, наблюдателей, членов комиссии, оплатить их работу, обучить и туда запустить. Больше вы на это не тратите деньги. Вы только работаете с избирателями, чтобы они в нужное время кликнули и придется работать, потому что это люди, с которыми надо работать информационно. Потому что ваши что? Не пенсионеры становятся главной решающей силой, а люди с гаджетами, люди живущие в мегаполисах, люди думающие, люди сидящие в интернете. Все перейдет туда, а это явно другое качество. Теперь, что касается открытых из открытых списков, с бумагой я вам сказал, невозможно. А в этой системе элементарно. Вы начинаете голосовать за парламент следующим образом. Зарегистрировались, активировались, вам вылазит бюллетень партии. Вы кликаете на партию, давайте, чтобы приятно было, на Батькивщину. Ну, или на другую какую-то. Сразу же вам другой бюллетень вылазит. Список людей в Батькивщине. Вы идете, выбираете фамилию того политика, которого вы считаете в Батькивщине наиболее, с вашей точки зрения, достойного, например, там, это может быть какой-нибудь... Юлия Тимошенко выбираем? Нет. Юлия Тимошенко может оставаться в зоне условно-лидерства и номер один неприкосновенной. Понятно. Это можно принять. Сергей Соболев, я правильно говорю, Сергей? Да, да, да. И он раз получает свою... Закрылось два клика. Более того, как в это время ведет себя партия? Партия сидит в своем партийном офисе в день голосования. И у них экраны выведены с ЦВК по специальному каналу. Они видят свой список, рядом они видят, как растет цифра голосования за партию и одновременно видят, как перемещаются фамилии в этом списке. При клике на Сергея Соболева он поднялся на один пункт. Понимаете? И эта система тогда действительно технологически возможна и правильная. Почему? Потому что с одной стороны нет фальсификации, результаты моментальные, с другой стороны каждый член партии должен будет стремиться к публичной политике, к личной ответственности и токсичный человек, даже если он прошел список, не имеет шансов, потому что за него не голосуют. Попавший в скандал. Вот тут я хочу на этом месте остановиться и обязательно обсудить несколько моментов. Вот понимаете, когда мы говорим, что это открытые списки и могут люди перемещать, мы же должны четко понимать, что вот даже на местном уровне, чтобы ты стал известен, ну не все же там проходят по мажоритарке. Почему по мажоритарке? Правильно проходят богатые люди. Потому что у них есть возможности разные, организационные, финансовые, какие угодно. И если мы, например, берем два члена партии, один это учитель, а второй, например, владелец маленького предприятия, ну пусть даже небольшого, то очевидно, что у того, который учитель, у него меньше шансов попасть на там региональный канал, сделать листовку. партии никакого учителя и владельца ресторана быть не может. Давайте честно, там должны быть политики, это профессия. А это другое дело. Это профессия. И эта профессия заключается в коммуникации, в работе с общественным мнением, в разъяснении тех или иных позиций партии, ее идей. Если ты делаешь это эффективно, ты получаешь, и убедительно, ты получаешь популярность. А учителя и владельцы заводов должны голосовать и говорить, идея этого человека мне нравится, и пусть он в партии точно пройдет и будет в парламенте. Теперь внимание, никакого конфликта между мажоритаркой по-настоящему и списком партии нет. И те, и другие должны быть, потому что это два разных принципа. С одной стороны, партии, которые выражают мнение тех или иных страт общества, должны проходить в парламент для того, чтобы там заниматься законотворчеством. Теми самыми законами, которые бы их идею воплощали. Бороться за них, убеждать людей, что надо его поддерживать, эти законы. А должны быть другие люди, те, которые мажоритарщики, они должны были представлять интересы своих территорий. И если бы страну, например, обустроили не как 28, я уже не помню, сколько у нас областей, я не помню, за 20. Ну да, за 20. Я тоже к стыду своему не помню. 28, по-моему, 27, тем более мы еще лишились, как минимум. Ну, Крым. Крыма, да. То, а по-другому, по-правильному, если бы здесь была не фейковая децентрализация, которую нам морочили голову, а настоящее создание местного самоуправления. Я бы эту страну, лично я бы видел, как порядка 500, 400, по-разному, громад территориальных. И каждая громада могла бы в некий общий орган власти, чтобы представлять интересы этой громады, посылать своего представителя, избирая его внутри громады. И это другой принцип. Когда ты живешь в громаде, ты этого человека избираешь, да, вот это могли бы быть разные люди, и предприниматели, и прочие, и они могли бы там оклевать, но, смотрите, ничего бы с подкупом бы не было, потому что он мой сосед, он здесь живет, это принцип, он не какой-то приезжий олигарх, которому нужны голоса для своего бизнеса. Даже если у него здесь крупное предприятие, я заинтересован, чтобы это крупное предприятие в этой громаде было им представлено, потому что он платит мне налоги, я, возможно, на нем еще и работаю на этом предприятии, или мои друзья, знакомые, но это были бы два разных парламента. Те, которые законотворчества были в верхней палате, США, Сенат или Конгресс, уже не помню, как называется, а те были бы в нижней палате, и это было бы совет общин, совет громад, помню, Юлия Владимировна на форуме говорила, что такое должен быть, и не было бы никакого конфликта между кандидатами, которые в один зал заходят по-разному, одни покупают территорию, а другие идут по определенным спискам. Смотрите, все, что мы с вами говорим, говорит примерно следующее, нужно кардинальное переустройство, а не борьба закрытых, открытых списков, потому что новое законодательство и новый кодекс никаким новым на самом деле не является кардинально, ничего в этой стране не меняет. Исходить все должно от неудобства, той или иной силы в этот конкретный момент, потому что подозреваю, что если Зеленский превратится в большую партию, обрастет мажоритарщиками, то резко изменится мнение. А для избирателя, теперь самое главное, если вы рождаете систему, где вы голосуете одним-двумя кликами, и она дешевая, и для бюджета почти ничего не стоит, тогда вам говорят, раз она дешевая, давайте голосовать три раза, ой, через три года. Нет, каждый год вообще доверие, через три года, потому что это легко меняется быстро, это не напряженно для бюджета. А давайте вы еще будете референдумы проводить, это же теперь легко делать. А давайте теперь, если партия решает нести тот или иной законопроект, она, чтобы его внести, должна выйти на голосование, и хотят поддерживать, поддерживает ли достаточное количество людей, чтобы оно было внесено в будущий парламент. Такой закон. И появляется то, что называется народовластием. Простой гражданин, он же не говорит, что система несправедлива, потому что он чувствует, что он влияет. Его мнение регулярно спрашивают, у него появляется реальная возможность распределять и говорить, вот этого уберите от власти, а вот этого не уберите от власти. Начинает монополия на власть, которая нарушается раз в пять лет, нарушаться чуть ли не каждый день. Более того, избиратель получает возможность не только отозвать президента, выразимого недоверия, или это делает парламент. Он начинает процесс недоверия, но опирается на мнение избирателей. Если набирается 51% избирателей, недоверие превращается в импичмент. Он может отзывать конкретного депутата, который ему не нравится, выражая свой процесс недоверия, получая отзыв депутата. То, что при этом не должно существовать неперекосновенности ни у кого, и все должны быть равны перед законом, это общий принцип, естественно, потому что, что делают люди в Украине, что сделали украинские политики, введя все эти вещи? Поддерживают монополию на власть. Вот этот человек, его можно схватить, а у этого есть неперекосновенность. Это же монополия. А когда все равны перед законом, депутатом ты работаешь, либо простым гражданином, ты одинаково отвечаешь перед законом, что бы ты ни делал. И так далее. Вот смотрите, вот я пока от Зеленского вот такой кардинального, концептуального плана не вижу. И пока идет мелкая возня, победит ли его партия или нет. Я готов в этом поучаствовать. Ему нужны на ближайшее время инструменты. Ну, черт с ним, поддержим его. Более того, его же можно поддержать не только проголосовав сейчас за его партию. А допустим, там будет другая партия, у которой такое видение есть, которая говорит, мы с президентом не воюем, но являемся подушкой безопасности, например. Мы заходим в парламент, вот наш список изменений, а вдруг такие изменения, как я сейчас вам сказал. Если Зеленский их не будет принимать, мы будем настаивать на них, опираясь на ваши голоса. То есть игра разворачивается по-другому, но реальные изменения вот эти вот, а не давайте уберем мажоритарку, потому что это плохие люди. А давайте открытые и закрытые списки. Ребята, чтобы был открытый список, вам необходимо электронное голосование. Теперь важный момент. После моего эфира, послушав вот это все, что я вам наговорил, появится куча экспертов. Да винничо, она разумеет. Ну правильно. Это невозможно сделать. Это дорого. Это нет ни в одной стране. Что вы мне Эстонию приводите, там всего полтора миллиона живет. И они этим занимаются уже много лет. Вот смотрите, я вам серьезно говорю. Это возможно. Абсолютно. Более того, это возможно именно в Украине. И это наш шанс первыми в мире начать это делать и удивить весь мир. Более того, это в наших традициях. Мы страна самоорганизации. Мы никогда не любили власть. Мы всегда считали, что громада важнее. Мы всегда выходили на раду, и гетьманов выбирали и снимали. И нам это зайдет ментально очень сильно. А технически, мне говорят, это невозможно. И я подумал, черт побери, если технически в этой стране мы опередили, говорят, многие страны, тем, что сделали Приват-24. Вот сейчас пусть каждый меня слушает, спросит, есть ли у него кнопочка Приват-24, а почему тогда не должна появиться кнопочка выборы? Или мой аккаунт избирателя, который... А если есть Приват-24, а если, знаете, продолжение называется Монобанк... Ну, конечно, да. То есть есть и команда. Я не знаю, обидится ли не обидится на меня Дубилет, но я с ним поговорил на эту тему. Он сказал, сейчас не сделаем, мы занимаемся Монобанком. Но если страна попросит, то за год-два команда это сделает. Почему нет? Все, что ты говоришь и описываешь, вполне технически возможно. Поэтому все эти разговоры людей, которые всегда хорошо знают, почему не получится, да, на них есть команда людей, которые знают, как сделать. И именно в этой стране. И я считаю, что Зеленский этот шанс не должен упускать. И не только Зеленский, а все политики, которые по-настоящему хотят быть в тренде времени, а не архаично рассказывать о том, что невозможно, нам еще 50 лет надо ползти до уровня Польши и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, у нас сегодня позитивно вот как-то развивается все. Все-таки о том, как сделать, а не почему все плохо. Я вот даже не хочу больше других вопросов ставить, потому что какой-то такой разговор получился конструктивный очень, Сергей. Вот не хватало как-то последние дни, как-то немножко так было тяжеловато. Но вы привнесли прямо какой-то оптимизм. И я надеюсь, ваш эфир слушают не эксклюзивные политики, а чуть более широко. Может, они задумаются про все это. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами. Потому что с нами был Сергей Гайда. Это всегда интересно. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо. А вы, конечно, оставайтесь. Мы продолжаем прямые эфиры на Украфт-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok